Если меня будет плохо видно, слышно, будут какие-то проблемы со связью, вы мне сразу говорите, я отключу видео. Вроде это в прошлый раз помогало. Так, Андрей, ты уже начал запись, да? А, я отключил вот только что буквально. Студенты, я всех приветствую. Наша сегодняшняя лекция будет очень важная. Это метод опорных векторов, наверное, один из самых красивых, самых интересных методов машинного обучения. Иногда спрашивают, ну вот в машинном обучении тысячи разных методов, а что самое лучшее? И обычно называют три вещи. Это нейронные сети, градиентный бустинг и метод опорных векторов. Ну, правда, метод опорных векторов из них, наверное, уже слегка считается устаревшим, потому что те же самые задачи можно решать и с помощью логистической регрессии, и с помощью нейронных сетей. Но, тем не менее, это неувидающая классика. И более того, мы с вами сегодня увидим несколько интересных взаимосвязей метода опорных векторов. Это метод линейной классификации. Но он очень удивительным образом связан и с метрическими классификаторами, и с нейронными сетями. И мы эту взаимосвязь с вами сегодня тоже пронаблюдаем. У машинного обучения вроде бы методы все разные и на разных совершенно принципах основанные. Вы сегодня тоже увидите принципы, которым устроится SVM. Он такой довольно оригинальный, необычный. Но, тем не менее, устанавливаются вот такие вот интересные взаимосвязи между разными методами, основанными, казалось бы, на разных парадигмах. То есть, где метрический классификатор, где нейронные сети, и где принцип оптимальной разделяющей гиперплоскости. Казалось бы, аксиоматика совсем разная. Но давайте пойдем уже конкретно и будем говорить о математике. Мы решаем задачу классификации. Для простоты я сегодня буду рассматривать задачу двухклассовой классификации, когда классов два, и они будут обозначаться минус один и плюс один. Наши объекты – это векторы из РН. То есть, мы считаем, что объекты описываются n числовыми признаками. И мы строим линейную модель классификации. Мы с вами уже видели, что это такое на второй лекции, насколько я помню. И вот сейчас еще раз посмотрим, что такое линейная модель и как еще ее можно строить. Итак, что такое линейный классификатор? Мы вычисляем скалярное произведение между вектором признакового описания объекта и направляющим вектором, разделяющей гиперплоскости. И говорим так, что если у нас объект лежит по одну сторону от разделяющей гиперплоскости, то это класс плюс один. То есть, если скалярное произведение положительно, то класс плюс один. Если отрицательно, то это класс минус один. Еще мы вводим вот такой свободный член W0. Вот раньше мы этого не делали. И вообще в линейных классификаторах в зависимости от удобства дальнейшего построения метода. Иногда вводят этот свободный член, а иногда не вводят. Вот в методе опорных векторов его принято вводить. И какую роль он сыграет, станет ясно в дальнейшем. Когда мы с вами раньше обсуждали линейный классификатор, мы говорили, что введение такого свободного члена эквивалентно тому, чтобы добавить n плюс первый признак, который является константой. Он всюду равен минус единице. То есть, это два эквивалентных способа ввести вот этот свободный член. Но нам он сегодня понадобится в явном виде. Дальше мы строим классификатор. Что это означает? Что нам нужен некий принцип оптимизации для того, чтобы обучать, настраивать, оптимизировать свободные коэффициенты W и W0. И такой принцип оптимизации – это число ошибок на обучающей выборке. И как мы с вами уже говорили, число ошибок критерий неудобный. Он дает нам кусочно постоянную функцию от параметров модели, от W и W0. И оптимизировать такую функцию неудобно. Было бы желательно, чтобы оптимизируемый функционал по параметрам был бы непрерывным или гладким. И поэтому мы вводим так называемый отступ. То есть, в эквивалентном виде условия того, что алгоритм А ошибается на объекте X и T, можно переписать как условие того, что отступ объекта отрицательный. Отступ – это расстояние до разделяющей поверхности, взятое со знаком. То есть, если отступ положительный, то нет ошибки, то вот это вот выражение, которое на слайде выделено красным, того же знака, что и правильный ответ Y и T. То есть, положительный отступ – нет ошибки, отрицательный отступ – есть ошибка. И дальше мы используем прием, который называется аппроксимация эмпирического риска. То есть, эмпирическим риском называется число ошибок на обучающей выборке, а его аппроксимация возникает при замене пороговой функции потерь, вот такой вот, замене какой-то верхней оценкой. И в зависимости от того, какую верхнюю оценку мы выбираем, мы можем получить тот или иной метод. Мы с вами на второй лекции посмотрели, что такое логистическая регрессия, там функция потерь была гладкая. А здесь мы сейчас ее возьмем кусочно-линейной, составленной из двух отрезков прямых, из двух лучей. Единица минус M с положительной срезкой. Ну, операцию положительной срезки вы наверняка уже знаете, что это такое. Это очень простая штука. Значит, если значение положительное, то берем это значение, если отрицательное, берем 0. И нам этого мало. Мы еще тогда же на второй лекции с вами обсуждали, что такое регуляризация, зачем она нужна. Для линейных моделей это штука, которая позволяет нам держать, что называется, в узде эффект мультиколлинеарности. То есть, когда у нас слишком много степеней свободы, то слишком большая размерность N, число признаков слишком много, то вектор W начинает разбегаться в плюс-минус бесконечность. То есть, у него координаты становятся большими, отрицательными и положительными. И это свидетельствует о мультиколлинеарности и риске переобучения. Чтобы этого не происходило, мы стремимся зажать вектор коэффициентов W в окрестности нуля. И вот здесь вот заметьте, как играет параметр W0, вот тот самый свободный член. Вот мы его вот здесь не штрафуем. То есть, W мы зажимаем, а W0, он определяет положение разделяющей гиперплоскости. То есть, разделяющую гиперплоскость параллельным переносом можно переносить в любую точку пространства. И этим управляет параметр W0. И на это мы никаких ограничений накладывать не собираемся. Вот здесь вот у нас уже проявилось первое различие между вектором W, направляющим вектором, разделяющей гиперплоскостью, и свободным членом W0. То есть, геометрический смысл в них слегка разный. Вот такая оценка сверху. И минимизация вот этого функционала – это и есть постановка задачи метода опорных векторов. Вот дальше мы будем заниматься решением этой задачи. Но прежде, прежде я расскажу классическое альтернативное объяснение этой постановки задачи. Заключается оно вот в чем. Рассмотрим снова линейный классификатор. И допустим, пока для простоты, только на этом слайде, что выборка линейно разделима. Что это означает? Что существует такое положение, разделяющее гиперплоскости, что отступы положительны для всех объектов. Помните, когда мы начинали разговаривать про нейронные сети, я приводил пример задачи КСОР. Задача «Исключаю ее или» – это простейший пример выбора из четырех точек, которая линейно неразделима. Так вот, вот это утверждение о том, что наша ситуация не такая. То есть, мы действительно можем провести гиперплоскость, которая правильно поделит все объекты обучающей выборки между классами плюс один и минус один. Коль скоро у нас выполняется система неравенств, вот этих неравенств столько, сколько объектов обучающей выборки, то возникает возможность перенормировки. Вот если эта система неравенств выполнена, то заметьте, мы можем коэффициенты W и W0 одновременно умножить на одно и то же положительное число, и от этого система уравнений не изменится. То есть, этой возможности нормировки мы вправе распорядиться так, как мы захотим. И мы сделаем это следующим образом. Мы скажем, что, коль скоро у нас выполнена вот эта система неравенств и все неравенства строгие, мы можем что сделать? Мы можем во всех этих неравенствах взять минимум левой части, взять это в качестве коэффициента и поделить. И тогда получается следующее, что у нас минимальное значение отступа равно единице. И следующим ходом мы провозглашаем принцип оптимальной разделяющей гиперплоскости. Мы говорим так. Вот мы хотим провести разделяющую гиперплоскость таким образом, чтобы у нас полоса разделяющая, вот она здесь выделена желтым, и была максимально широкой. Полосу можно провести по-разному. Вот даже на этой картинке ее можно сместить, повернуть, и она будет уже другой, она будет более узкой. Вот на этой картинке кажется, что полоса максимально широкая. Что значит максимально широкая? Ну, во-первых, это означает, что у нас наиболее надежная классификация. То есть мы так разделили нашу выборку, что объекты обоих классов отстоят как можно дальше от разделяющей поверхности. Ну, как бы интуитивно вроде бы ясно, что это должно способствовать надежности классификации. И второе. Вот эта разделяющая полоса, она уперлась обеими своими сторонами в объекты. С одной стороны, ее подпирает объект класса минус один, а с другой стороны, объект класса плюс один. Мы больше не можем расширить эту полосу. И утверждается, что если полоса максимально широкая, то есть оптимальная разделяющая гиперплоскость, это та, которая лежит посередине максимально широкой полосы, которая разделяет два класса. И то, что она максимально широкая, означает, что она обязательно уперлась в объекты двух классов. То есть обязательно будет существовать какой-то объект класса плюс один, для которого отступ равен единице. То есть вот такое вот скалярное произведение равно плюс один. И существует объект класса минус один, для которого отступ тоже равен плюс единице, но поскольку y это минус один, да, то вот это вот скалярное произведение, оно должно быть равно минус единице. То есть в выборке существует хотя бы два объекта из разных классов, на которых отступ достигает значения единицы. Давайте теперь выразим вот из этого чисто геометрического условия, выразим, чему равна ширина полосы. Действительно, что такое ширина полосы? Это мы должны взять вектор x плюс минус x минус, то есть вот этот вектор, который соединяет те самые два объекта, которые оказались ровно на границе полосы. И мы должны спроецировать этот вектор на нормаль гиперплоскости, то есть на вектор w. Но этот вектор w при этом должен быть нормирован. Чтобы мы получили ширину полосы в неких правильных единицах, мы должны проецировать на вектор единичной длины. То есть мы должны вычислить скалярное произведение вот этой вот разности векторов на нормированный вектор нормальный. Но давайте посмотрим, чему равна разность этих двух векторов. Из этих двух уравнений мы тут же получаем, что вот это выражение просто равно 2. То есть у нас сокращаются w0 и складываются вот эти вот плюс единица минус минус единица. Получается двойка. То есть ширина полосы равняется 2 поделить на норму вектора w. И отсюда вывод, что ширина полосы тем больше, чем меньше норма w0. Так это же наш регуляризатор, оказывается. Давайте-ка этот инсайт попробуем оформить формально. Итак, в случае линейно разделимой выборки мы имеем вот такую вот задачу минимизации нормы. Ну, давайте возьмем квадрат нормы, нам это просто будет удобнее. Неважно, что минимизировать, норму или квадрат. То есть это норма фрабиниус, то есть это сумма квадратов коэффициентов. При условиях, что все отступы больше или равны единице. То есть мы получили задачу математического программирования. Это задача, точнее, даже квадратичного программирования. То есть это задача минимизации квадратичного функционала при линейных ограничениях неравенства. Теперь давайте вспомним, что вот эту постановку задачи мы вывели исходно из весьма сильного предположения, что выборка линейно разделима. Давайте представим себе, что будет, если выборка линейно неразделима. Что тогда произойдет? Тогда вот эта вот система неравенств, она перестанет быть совместной. И множество решений для такой задачи будет просто пусто. То есть мы не сможем решать эту задачу. Значит, что-то надо сделать, как-то ослабить эти ограничения, если мы хотим подобным образом решать задачу в общем случае. То есть когда выборка может оказаться линейно неразделимой. Как мы ослабим эти ограничения? Первое. То есть давайте вместо вот этой системы неравенств сделаем систему ослабленную. Вот мы из этой единицы вычтем положительное число эпсилон и т. И эпсилон и т – это новые дополнительные переменные в нашей задаче. Мы не знаем, какие они. Мы только хотим, чтобы они были неотрицательными. И мы понимаем, что вот эта вот кси и т – это степень нарушения нашего неравенства. То есть это допустимая степень нарушения нашего неравенства. И мы хотим, чтобы эти нарушения были как можно меньше. Поэтому у нас есть дополнительный принцип оптимизации. Сумма ксиитов должна быть минимальна. И поэтому наша постановка задачи модифицируется не только в системе неравенств. Вот мы теперь ксиитами добились того, что у нас эта система неравенств всегда будет совместна. Мы всегда подберем ксииты под каждое неравенство, чтобы оно было выполнено. Но поскольку эти ксииты – это штрафы за нарушение исходной системы неравенств, мы их сумму минимизируем. И у нас появляется второй критерий. То есть фактически мы решаем двухкритериальную оптимизацию. Мы хотим, чтобы и ширина разделяющей гиперплоскости была как можно шире с одной стороны. То есть W в квадрате минимизируется. А с другой стороны, мы хотим, чтобы у нас как можно меньше точек, как можно меньше переходили через эту разделяющую полосу. То есть вот эта ксиита – это условие того, что точка перешла через разделяющую полосу или вообще оказалась в чужом классе, и мы за это штрафуем. И вот сумма таких штрафов должна быть минимальна. И вот мы получили такую постановку задачи. Вот этот прием введения дополнительных переменных, он довольно часто используется для того, чтобы сделать задачу решабельной. И по-английски вот эти ксииты, они называются slack variables, то есть переменные, которые дают нам такую небольшую свободу, нам вводят, но за эту же свободу мы должны оштрафовать. Так вот, утверждается, что мы сейчас пришли к постановке задачи квадратичного программирования. Здесь квадратичная форма по W, линейные ограничения неравенства, по кси вообще все линейно. И утверждается, что вот эта вот постановка задачи квадратичного программирования, она полностью эквивалентна вот той самой задачи, безусловной минимизации, которую мы записали с самого начала. Мы просто подошли к ней совершенно другим путем. Мы подошли к ней, исходя из геометрического принципа, принципа максимума разделяющей полосы. Почему они эквивалентны? Это очень просто увидеть. Тут даже доказательства не надо выписывать. Вот смотрите, я неравенство относительно ксииты расписал в двух видах. Ксииты больше равно вот этому, и ксииты больше равно нулю. Значит, как объединить эти две системы неравенств? Можно написать так, ксииты больше или равно вот как раз вот этой самой положительной срезке. То есть это просто две эквивалентны. Ксииты больше или равно вот этому выражению. Теперь давайте, почему мы можем ксииты больше или равно, больше или равно знак заменить на равенство, подставить ксииты сюда, и получить вот этот вот функционал. Почему можно такое неравенство заменить на равенство? А просто потому, что здесь идет минимизация по ксиитам. То есть если мы говорим ксииты больше или равно вот этому выражению, вот это выражение, оно подпирает снизу ксииты. Значит, чтобы минимизировать в этом функционале ксииты, мы должны сказать, ксииты в точности равно этому выражению. И поэтому вот здесь мы можем подставить положительную срезку от единицы минус отсутствия, подставить вместо ксииты. То есть вот эта вот постановка задачи безусловной минимизации, она просто эквивалентна вот этой задачи квадратичного программирования. И все равно, какую из этих двух задач решать. И, кстати, существуют разные методы решения. То есть нижняя задача, ее можно решать градиентными методами, точнее, субградиентными, но я сейчас не буду вникать в эти подробности, субградиент возникает потому, что здесь функционал не является непрерывным. У него есть здесь точка, то есть он не является гладким, непрерывным, но не гладким, у него здесь есть точка излома. И, в принципе, можно пользоваться субградиентными методами оптимизации и в итоге прийти к некому численному методу для решения вот этой вот задачи безусловной минимизации. Но история развития метода SVM пошла другим путем. И люди стали решать вот эту вот эквивалентную задачу квадратического программирования, и она оказалась удобнее, интереснее, и она дает очень важные интерпретации. И, собственно, сейчас мы начнем с вами разбираться, что же такое опорный вектор и почему метод получил такое название. Да, ну и еще, да, маленький такой нюанс. У нас возникла необходимость сегрегировать два критерия, да, вот здесь вот. У нас два критерия, и мы их сложили с неким коэффициентом c. Можем называть это коэффициентом регуляризации. Это есть некий гиперпараметр этого метода. Мы не можем сказать заранее, что мы его всегда можем выбирать каким-то, там, скажем, положить равным единице. Ни в коем случае мы будем вынуждены всегда его подбирать. Так вот, от этого параметра c очень сильно зависит геометрия решения, которое мы в итоге будем получать. Если мы будем увеличивать c, c стоит знаменателем регуляризатора, да, мы увеличиваем c, тем самым мы уменьшаем регуляризацию. Тем самым мы говорим, что для нас не столь важна ширина разделяющей гиперплоскости, сколько важно, чтобы не было объектов-нарушителей. И тогда мы сужаем разделяющую гиперплоскость, и нарушителей становится лучше. Если же мы, наоборот, уменьшаем c, мы усиливаем регуляризацию, мы говорим, мы хотим широкую разделяющую полосу. Метод подбери нам такой направляющий вектор, разделяющий гиперплоскость, чтобы полоса максимально широкая получилась. Но при этом у нас станет больше таких объектов, которые оказываются на границе между классами, то есть на границе вот этой самой разделяющей полосы. То есть что нам нужно, что нам важнее, то ли максимизировать ширину полосы, то ли сделать так, чтобы поменьше было объектов-нарушителей, это определяется, вообще говоря, свойствами той задачи, которую мы собираемся решать. И вот этот коэффициент c, гиперпараметр, обычно настраивается с помощью скользящего контроля или отложенной выборки. То есть мы его можем настроить по качеству классификации, по обобщающей способности, потому что понятно, что слишком большие c – это плохо, слишком маленькие c – это тоже плохо, и где-то истина лежит посередине. Итак, идем дальше. Теперь мы собрались решать задачу математического программирования, и здесь я должен сделать важное напоминание. Я не буду разбирать подробно, что такое условия Каруша Куна-Такера. Для нас с вами это будет просто инструмент, которым мы будем пользоваться. И, кстати, это не последний случай в нашем курсе, когда он нам пригодится. То есть знать его очень важно, если вы хотите научиться строить теории каких-то методов машинного обучения. Очень важный инструмент. То, что вы видите на этом слайде, это просто один в один скопировано из Википедии. То есть когда вам понадобится по жизни решать задачу математического программирования, вспомните об условиях Каруша Куна-Такера, ну и чтобы освежить их в памяти, посмотрите Википедию. Итак, задачу математического программирования. Мы хотим минимизировать некий функционал при ограничениях в неравенствах и равенствах. Если бы ограничений не было, что бы мы с вами сделали? Ну, как в школе. Продифференцировать, приравнять нулю производную. Все. Вот условия Каруша Куна-Такера, они обобщают этот школьный рецепт для того, чтобы получать точку экстремума функционала. Минимума или максимума, но это в каждом случае надо разбираться. Итак, необходимые условия локального экстремума вот такой вот задачи. Должны существовать вот такие множители, которые называются множители Мелагранжа. Этих множителей столько, сколько неравенств. Вот каждому неравенству соответствует свой мюитый. И лямбда джитая. Каждому равенству соответствует свой лямбда джитый. Дальше мы должны выписать Лагранжа на этой задаче. Что это такое? Это тот функционал, который мы собираемся минимизировать, плюс линейная комбинация всех ограничений, всех левых частей с соответствующими множителями. Они называются множителями Каруша Куна-Такера. Терминология такая. Если у вас есть только равенство, то это множители Лагранжа. Если у вас есть еще и неравенство, то их называют множителями Каруша Куна-Такера. Но это так, мелкое терминологическое замечание. Итак, что вы должны сделать? Вы должны выписать Лагранжан, приравнять нулю его производные по иксу, учесть исходное ограничение и добавить в систему равенств и неравенств еще два вида ограничений. Первое – это двойственное ограничение на переменные мюита. То есть, если переменная отвечает неравенству, то она обязана быть неотрицательной. Двойственное ограничение. И следующее условие, дополняющее нежесткость. Это что такое? Оно говорит, что ограничение неравенства либо выполняется как строгое равенство, либо мюита равен нулю. То есть, из мюита и жеита один из них обязательно должен быть равен нулю. Вот это вот условие дополняющей нежесткости. То есть, здесь не обязательно было брать их произведение, можно через союз или было написать или мюита равен нулю, или жеита равен нулю. Вот такой вот рецепт. И сейчас мы сделаем очень простую вещь. Мы возьмем и в этот рецепт, вместо F и G, подставим ту постановку задачи, которую мы написали для SVM. Давайте подставлять. Итак, первым делом мы должны выписать функцию Лагранжа. Значит, что здесь происходит? Давайте вспомним еще раз. Вот она наша система, вот она так выглядит. Что мы должны сделать? Мы должны взять линейную комбинацию вот этих выражений, которые есть в нашем минимизированном функционале, плюс вот эти выражения в правых частях. которые, значит, мы должны просуммировать с коэффициентами. Вот мы так и сделали. Значит, единственное, что здесь может быть, да, нетривиальным показаться, я вынес вот эту вот часть C ксииты. Вынес вот здесь вот функционал, да, он у меня разорвался немножко. Я это сделал намеренно для того, чтобы сгруппировать все члены, которые зависят от ксииты. Почему это будет удобно, сейчас станет ясно. Итак, что мы должны делать дальше? Согласно нашему рецепту, мы должны приравнять производные Лагранжана по всем параметрам нашей модели. И параметров у нас это не только разделяющий вектор, то есть направляющий вектор разделяющей гиперплоскости, W, свободный член W0, но еще наши Slack Variables, кси, да, они тоже являются полноправными переменными в нашей задаче. По всем по ним надо продеференцировать и приравнять нулю производным. Сейчас мы это проделаем. Дальше все переменные, которые у нас тут возникли, неотрицательные. Ну, кроме W, естественно. Вот. И условия дополняющей нежесткости. Поскольку у нас два типа неравенств, вот они здесь еще раз написаны, ограничения вот такие, им будет соответствовать лямбда и т, двойственная переменная. И ограничения на кси. Им соответствует двойственная переменная это. И вот эту вот систему условий нам теперь надо решать. И, конечно же, самое главное, что в этой системе есть, это условия равенства нулю производных Лагранжана. Вот если мы с этими равенствами разберемся, они нам дадут почти все для решения. Ну и дальше надо аккуратно учесть вот все остальные неравенства и условия дополняющей нежесткости. Давайте это проделаем. Итак, вот еще раз функция Лагранжа. Дифференцируем ее по параметрам. Здесь это очень просто. Вот производная вот этой штуки, да, что такое норма Фрабиниуса, да, это сумма квадратов коэффициентов. Здесь еще одна вторая, поэтому мы просто получаем дубль В. Я уже в векторном виде сразу пишу ДЛ по ДДубль В. Это вектор такой же размерности, который имеет дубль В. То есть вот этот член с квадратом нормы, он нам сходу дал вот этот вот дубль В в производной. Теперь дальше. Дифференцируем по дубль В. Что такое отступ? Вспоминаем. Это скалярное произведение, умноженное на у и Т. Вот когда мы продифференцировали его по дубль В, мы получили вот эту вот штуку. Это то, что осталось вот от этого выражения. Все приравниваем в нулю производную. И тут же отсюда находим, что искомый направляющий вектор, разделяющий гиперплоскости, дубль В, есть, оказывается, не что иное, как линейная комбинация наших исходных объектов. То есть исходные объекты, вот эти икситы, это тоже векторы из РН. И мы их просто с какими-то коэффициентами складываем. Причем еще, оказывается, эти коэффициенты связаны с двойственными переменами. Так, ну окей. Теперь второе. По дубль В0 дифференцируем. Дубль В0 у нас сидит только вот здесь, только в выражении для отступа. И оно линейно по дубль В0, поэтому получаем очень простое выражение, которое есть ограничение равенства. Вот такая вот штуковина должна быть равна нулю. Ну и последнее. По ксиитая. Ну по ксиитая вообще все просто, потому что ксиитая у нас был сгруппирован вот здесь, поэтому то, что вот здесь вот мы видим, должно быть равно нулю, и отсюда следует, это иитая плюс лямбда иитая равняется c. А из этого равенства мы заключаем следующее. Коль скоро это и лямбда переменные неотрицательные, а в сумме они дают c. Из этого следует, что переменные лямбда живут в L-мерном кубе 0c. То есть вот куб со стороной c от 0 до c по каждой координате лямбда иитая. Вот в таком кубе находятся наши двойственные переменные лямбда иитая. Вот все эти соображения, они нам сейчас пригодятся, чтобы понять суть задачи и понять, как же можно выписать ее решение. Окей. Коллеги, давайте я здесь приостановлюсь на полминуты и спрошу, может быть, есть вопросы. Сейчас мы уже занимаемся такой математикой, где если вы что-то упустите, какую-то деталь, значит, дальше может быть непонятно. Давайте спрашивайте. Так, про куб маленько непонятно. Смотрите, последнее неравенство. Последнее равенство, да? Вот если мы пойдем на предыдущий слайд и вспомним, что у нас xi иитая больше или равна нулю, да? Это исходное ограничение. Это иитая больше или равно нулю, потому что это ограничение из условий Каруша-Кунутакера. Это двойственная переменная к ограничениям xi иитая. Вот, xi иитая это... Сейчас, там... Что я говорю? Я про лямбду еще должен сказать, да? Лямбда иитая больше равно нулю, да? Потому что это двойственная переменная к ограничениям неравенствам. Да, пардок. Про xi иитая не надо было говорить. То есть лямбда и это, это двойственные переменные к ограничениям неравенствам, поэтому они больше или равны нулю. А здесь получается так. Так, сумма двух переменных, которые больше или равны нулю, да, равно c. А c у нас неотрицательная. c – это тот самый коэффициент регуляризации или гиперпараметр, он по смыслу неотрицательный. Вот, поэтому лямбда, она находится от нуля до c. Она не может быть больше c. То есть лямбда и иитая живут в отрезке от нуля до c. Так, ну поехали дальше. Давайте еще раз выпишем, значит, все условия, которые мы с вами нашли. Что за систему мы теперь будем решать. Ну, мы выразили наши основные искомые переменные через двойственные переменные лямбда. Это уже приятно. Это нам что-то сейчас даст. Да, еще одно ограничение на двойственные переменные лямбда. Вообще возникает подозрение, что лямбда, по всей видимости, это у нас вот такая вот критичная будет переменная. И, забегая вперед, скажу, что мы сейчас все переменные, кроме лямбда, исключим из этой системы условий. Так, это наши исходные отступы. Вот мы никуда не делись. Это наше исходное неравенство. Неотрицательность всех переменных. Значит, сумма этой лямбда c и условия, дополняющие нежесткости. Вот, кажется, мы аккуратно выписали все, что нам прописано было рецептом Каруша Кунатакера. Так, окей. Теперь давайте приглядимся вот к чему. Смотрите, двойственная переменная лямбда. Она у нас точно будет бывать равной нулю. Ну, понятно, причем даже когда. Вот, если у нас кси и т больше нуля, то вот это вот ограничение... Сейчас, если кси и т больше нуля, да, вот здесь вот. То вот это вот ограничение равенства... Так, сейчас, нет, немножко я не так рассуждаю. Так, значит, смотрите. Если лямбда... Да, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что лямбда часто бывает равно нулю. Оно бывает равно нулю, когда вот это вот ограничение выполнено как строгое неравенство. То есть, когда нету тут равенства. Если нету тут равенства, то лямбда вынужден быть равным нулю. Когда это происходит? А когда мы вынуждены использовать вот эту нашу переменную кси итую для того, чтобы компенсировать неправильное положение объекта? То есть, итый объект перешел через разделяющую полосу или попал в чужой класс вообще. И вот в таком случае это неравенство строгое. И в этом случае лямбда равно нулю. Так, пардон, я что-то не то говорю. Я чего-то не то говорю. Короче, давайте так. Я становлюсь на одном утверждении, что лямбда бывает равно нулю. Сейчас мы с вами увидим, на каких объектах, в каких случаях. Так, все дальнейшее, что я говорил, было неправильно. Итак, бывает лямбда равно нулю. Теперь, вот из этого условия, если лямбда равно нулю, то соответствующий объект х и т не участвует в решении. То есть, от него не зависит вектор w. И отсюда вывод, что объекты, которым соответствует лямбда, равная нулю, они вообще не нужны в выборке. А объекты, для которых лямбда больше нуля, вот их мы будем называть опорными. Давайте с этой типизацией объектов разберемся поподробнее. Итак, первое. Какие у нас бывают объекты? Вот сейчас вот из этой системы условий мы с вами разделим объекты на три типа. Первое. Вот если лямбда равно нулю, что из этого мы можем вывести? Первое. Что это равняется с. Тут же вот отсюда вот следует, что это равняется с. Второе. Что поскольку это равняется с, не равен нулю, тогда кси и т вынужден быть равным нулю. Кси и т равен нулю. И что это означает? Это означает, что отступ данного объекта больше или равен единице, и объект находится в своем классе. То есть, это объект, с которым все хорошо. То есть, он правильно классифицируется, и он находится по правильную сторону от разделяющей поверхности. Его отступ положительный и более того, больше единиц. Второй случай. Если лямбда от нуля до с не лежит на краях, ни ноль и ни с, то то же самое происходит с это, вот исходя вот из этого же равенства. Кси и т снова равен нулю, потому что это не равен нулю. Кси и т вынужден быть равным нулю. И, коль скоро Кси и т равен нулю, мы имеем... Вот из этого условия, да, из этого условия, мы имеем М и т равно единице. То есть, лямбда и т не равно нулю, поэтому из этих двух условий хотя бы одно должно быть выполнено, значит, второе. А поскольку Кси и т равняется нулю, то есть второго условия еще и следует, что отступ в точности равен единице. Что это за такие объекты? Это те самые объекты, в которых наша разделяющая полоса уперлась, когда мы ее максимально расширяли. То есть, это объекты, которые... Объекты-пограничники. Они стоят на границах этой разделяющей полосы. А посередине колючая проволока между двумя классами проходит. То есть, все прям как на границе между странами. Вот. Ну и, наконец, третий случай, когда лямбда равен С. У нас вынужден это быть равным нулю. Кси и т вынужден быть больше нуля. А м и т меньше единицы. И такой объект мы будем называть нарушителем. То есть, вот эту вот разделяющую полосу он пересек, значит, он из своей страны ушел. Он попал в эту вот линию разделения двух стран. Но при этом он может быть как по нашу сторону от колючей проволоки, так и по другую сторону от колючей проволоки. То есть, если он нарушитель, это еще не значит, что на нем ошибка. А вот если он уже через колючую проволоку перелез, то он уже попал на полосу, которая на стороне чужого класса лежит. И на этом объекте уже будет ошибка. То есть, мы типизировали объекты. И главное, что мы поняли, что решение W зависит только от объектов второго и третьего типа. То есть, только если лямбда не равно нулю, у нас объект будет участвовать в этом решении. Такие объекты называются опорными. И отсюда название метода support vector machine, метод опорных векторов или машина опорных векторов. Ну, теперь, что нам осталось? Вот из этой системы, еще раз на прошлый слайд, вот из этой системы равенств мы теперь можем, подставив W, использовав вот это равенство, подставив его в исходный функционал, мы можем преобразовать задачу так, чтобы из нее ушли все переменные, кроме двойственных лямбды. Я не буду здесь повторять эти выкладки, они делаются в две строки, это очень просто. И в результате вы получаете вот такую задачу, которая называется двойственной, потому что это задача, снова задача квадратичного программира. Но она задача по лямбде. И по лямбде здесь вот такой квадратичный функционал. Здесь, видите, произведение попарное, лямбда ит на лямбда джит. При ограничениях неравенствах, то есть все лямбды лежат в кубе со стороной c, и еще одно ограничение равенства. Вот давайте мы поймем, что это вообще за задача чисто геометрически. Значит, что мы имеем? Мы имеем квадратичную форму, которая минимизируется, на множестве, которое определяется вот этими ограничениями. Что это за множество? Это вот такая вот гиперплоскость, которая рассекает куб. Что такое сечение l-мерного куба гиперплоскостью? Это в любом случае выпуклое множество. То есть мы имеем задачу минимизации квадратичного функционала на выпуклом множестве. То есть это выпуклая задача, и у нее единственное решение. То есть это очень хорошее свойство той задачи, к которой мы пришли, но увидеть это свойство можно только, когда мы перешли к эквивалентной двойственной задаче. То есть воспользовались условиями Каруша-Куна-Такера, преобразовали задачу в двойственные, и вот здесь вот стало очевидным ее такое очень приятное свойство. У нее, оказывается, единственное решение. Мы сейчас не будем обсуждать, какими численными методами решается вот эта двойственная задача. Очень много специализированных численных методов было разработано. Они эффективны, некоторые из них заточены специально под такой частный вид двойственной задачи, то есть именно под СВМ. И мы в нашем курсе не будем заниматься разработкой совсем уж численных методов. То есть, допустим, есть у нас некий черный ящик, который умеет решать эту двойственную задачу. Теперь давайте вернемся к исходной задаче и поймем, что, имея решение двойственной задачи, мы очень легко тут же запишем решение основной задачи. Вот из этого уравнения, которое из условий Каруша-Куна-Такера, направляющий вектор, это линейная комбинация некоторых объектов X. И теперь мы понимаем, каких объектов. Только тех, у которых лямбда не равно нулю. То есть, только опорные векторы влияют на решение. W0 легко выражается. То есть, достаточно взять любой опорный вектор, у которой в точности лежит на границе. То есть, он всегда есть такой, хотя бы два всегда есть от двух классов. Значит, любой объект берем, для которого отступ в точности равен единице. И из вот этого вот уравнения просто выражаем значение W0. И, наконец, какой вид имеет сам классификатор? Ну, давайте просто подставим в линейный классификатор вот это выражение для W. Ну, W0 – это константы, которые мы умеем считать. И вот получается линейный классификатор. Значит, что мы здесь интересного увидели? Почему я выделяю красным скалярные произведения объекта X? X – это тот объект, который мы собираемся классифицировать. Это объекты тестовой выборки, так скажем. И X-иты – это объекты обучающей выборки. Так вот, оказывается, что двойственная задача, которую мы решаем, зависит только от попарных скалярных произведений между объектами. Заметьте. Вот. Только от скалярных произведений. Нигде в явном виде не используются признаки объектов. То есть даже в линейном классификаторе, заметьте, опять-таки, используется только скалярное произведение X-а и X-итова. И если мы умеем вычислять скалярные произведения между объектами, то мы и постановку задачи вычислим, и просто вот эту матрицу, которая определяет постановку задачи, сунем на вход численному методу, который умеет решать задачу квадратичного программирования. То есть для этого надо знать только матрицу грамма. Что такое матрица грамма множества векторов? Это матрица скалярных произведений этих векторов друг на друга. Вот ее надо знать. И второе. Когда мы будем классифицировать новые объекты, нам нужно только знать их скалярные произведения с опорными объектами. Еще, внимание, да? Всю обучающую выборку даже не надо знать. То есть достаточно знать скалярные произведения с опорными объектами. И вот это вот нас приводит к тому, что на самом деле мы тут перешли к новому признаковому описанию объектов. То есть тут две трактовки даже возможны. Первое. Что мы как будто бы вели вот такие новые признаки, и в пространстве этих новых признаков мы строим линейный классификатор. Можно так трактовать эту задачу. А вторая трактовка еще более широкая. Если мы умеем хоть как-то вычислять скалярные произведения между объектами, то нам сами объекты не нужны. То есть если, например, объекты заданы не признаками, а какими-то попарными отношениями друг с другом, то нам достаточно доказать, что это отношение выражается скалярным произведением, и мы сможем решить эту задачу. То есть мы сможем построить оптимальную разделяющую гиперплоскость, а потом еще и классифицировать новые объекты. И вот эта вот идея, она оказалась очень плодотворной, и она приводит к нелинейному обобщению метода опорных векторов. Давайте перейдем к этой важной части сегодняшней лекции. Итак, давайте я еще немножечко приостановлюсь, может быть, и задам вопрос, все ли было понятно с линейным СВМом, потому что сейчас мы уйдем в нелинейный СВМ. Так, тот вот меня задает вопрос. Из-за выполненности двойственной задачи следует ли, что условия Карл Шакуна-Такера достаточны? Сейчас думаю. Хороший вопрос, правильный. Кажется, да. Ну, конечно, надо это обновить в памяти. Вот это я уже не помню, честно говоря. Давайте, хороший вопрос. Я посмотрю, где смогу. Да, спасибо за вопрос, он классный. Конечно, надо обсудить. Было бы. Так, если больше нет вопросов, давайте пойдем дальше. Собственно, нелинейное обобщение СВМ – это вообще самый красивый момент, который есть в СВМе, и это, собственно, основное, наверное, основное достоинство метода опорных векторов. Итак, у нас возникает такая гипотеза, что если мы умеем вычислять скалярное произведение, то мы можем решать всю эту задачу. Не важно, как заданы объекты, главное, что мы можем вычислять скалярное произведение. И вопрос, а можем ли мы скалярное произведение заменить какой-то вообще функцией от пары объектов, какая-то функция k от x, x' и просто поставить ее вместо скалярного произведения везде, где оно у нас фигурирует. Вообще говоря, это означает, что мы пытаемся перейти от того пространства x, в котором находятся исходные наши объекты, в некое пространство со скалярным произведением, пространство h. Ну, в общем случае, пространство со скалярным произведением называется гильбертовыми. То есть, может быть, и Евклидова, но еще больше обобщает это гильбертово пространство. То есть, вопрос. Вот в этом новом пространстве h мы по-прежнему строим линейный классификатор, потому что там все основано на скалярных произведениях, а скалярное произведение в пространстве h – это вот эта самая функция k. И тогда в исходном пространстве x, наверное, мы будем строить какую-то более сложную поверхность, нелинейную. То есть, если бы нам удавалось задать такую функцию k и доказать, что в некотором пространстве h она является скалярным произведением, то это давало бы нам полную свободу решить нашу задачу, тогда бы ее решение – это была бы разделяющая гиперплоскость в пространстве h, а в исходном пространстве это было бы более что-то сложное. И вот это вот как раз рецепт для того, чтобы с помощью SVM строить нетривиальные разделяющие поверхности, нелинейные в исходном пространстве. Оказывается, не всякая функция k может быть скалярным произведением, и мы будем называть такие функции ядрами. То есть, функция k от пары объектов, вещественно-значная, называется ядром, если она представима в виде скалярного произведения в некотором гильдбертовом пространстве, в которое мы попадаем преобразованием ψ. То есть, некая функция ψ должна переводить каждый объект нашего исходного пространства x в новое гильдбертовое пространство h, и там над преобразованными векторами должно быть определено скалярное произведение. Вот оно и должно быть этой самой функцией k. То есть, не любая функция k годится на эту роль, а та, которая способна быть скалярным произведением. Теперь давайте разбираться. А как же строить такие функции, и как вообще проверить, является ли функция ядром? Вот есть такая теорема, что k является ядром тогда и только тогда, когда выполнены два условия. Первое – эта функция симметрична, и второе – эта функция неотрицательно определенная. Ну, с симметричностью все понятно, а вот с неотрицательной определенностью это условие, конечно, проверять трудно. Оно явно тут неконструктивно задано. То есть, для любой функции g должно быть выполнено условие неотрицательности вот такого вот интеграла. То есть, иногда для некоторых функций удается это доказать, что называется, по построению, по определению, но для любой на период заданной функции k произвести доказательство по этому определению, в общем-то, вещь нетривиальная. Поэтому действует по-другому. Есть целая совокупность правил, их на самом деле гораздо больше, чем то, что я привел на слайде. Это правило того, как можно строить ядра. То есть, в каждом таком правиле существует сложная или не очень сложная теорема, которая доказывает, что, да, действительно, это ядро. И вот из одних ядер можно строить другие ядра. Такое вот правило порождения ядер. И вот если нам удается некую функцию с помощью этих правил порождения выразить, то, значит, мы доказали, что это ядро. Ну, первое. Про скалярное произведение все понятно, про константу все понятно. То, что произведение ядер, ядро, это очень легко доказывается по определению, хотя оно и не очень конструктивно, но некоторые факты через него доказываются нетрудно. Для любой функции от объекта вот такое парное произведение ядро. Почему? Потому что это скалярное произведение векторов размерности единицы. То есть, ψ – это признак, и вы просто перемножили признаки двух объектов. Дальше. Линейная комбинация ядро, но не всегда, а только с положительными коэффициентами. Дальше. Вы можете, взяв одно ядро, К0, усложнить его, добавив некое преобразование Пси от Х над исходными объектами. Дальше. Вот еще можно использовать такие вот интегральные операции, чтобы конструировать ядра. Последнее. Если вы имеете ядро, то, взяв от него некую вещественную функцию, тоже можно получить ядро, но далеко не всегда, в том случае, если функция f представима в виде сходящегося степенного ряда с неотрицательными коэффициентами. Таких функций вы можете указать несколько, но на вскидку я помню две. Первая – это е в степени х, то есть экспонента. Она имеет ряд Тейлора с положительными коэффициентами. А вторая функция – это сумма членов бесконечной геометрической прогрессии, которой есть единица поделить на единицу минус х. Вот как минимум две функции есть, на самом деле их гораздо больше, которые тоже можно использовать для конструирования ядер. То есть арсенал способов порождения ядер, он достаточно большой, и придумав какую-то суперпозицию, можно вообще достаточно сложные ядра конструировать. Этого уже, в общем-то, достаточно для практических применений. Ну, давайте такой вот хрестоматейный примерчик разберем, как вообще происходит переход в вспоминляющее пространство. Давайте в качестве ядра возьмем квадрат скалярного произведения. Оно ядро. Почему? Ну, скалярное произведение ядро, и произведение двух ядер ядро. Ну и, кстати, любая степень скалярного произведения тоже ядро. Теперь давайте для простоты возьмем векторы У и В двумерными и поставим задачу так. А в каком пространстве h и при каком преобразовании ψ квадрат скалярного произведения является ядром? То есть, видите, как мы задали k в явном виде, и теперь хотим понять, а в какое на самом деле пространство мы перешли и каким способом. И оказывается, это легко понять. Для этого давайте разложим квадрат скалярного произведения, сделаем несколько преобразований и поймем, что оно тогда представилось в виде скалярного произведения вот таких вот двух векторов, причем они имеют одинаковый вид что для У, что для В. То есть одно и то же преобразование ψ действительно оба вектора переводят из двумерного пространства, то есть вот были У1, У2, двумерные, стали трехмерные векторы, у которых координаты, соответственно, это У1 в квадрате, У2 в квадрате и корень из двух на произведение, У1, У2. Вот и мы доказали таким образом, что мы перешли в спрямляющее пространство размерности 3. Вот именно в таком пространстве мы строим линейную разделяющую поверхность. А что такое линейная разделяющая поверхность вот в таком пространстве? Ну, это некий полином степени 2. То есть это означает, что в исходном пространстве мы строим квадратичную разделяющую поверхность. Ну, правда, здесь не все возможные маномы, полиномы. Что-то не хватает, да? Что не хватает? Линейных членов не хватает. Вот чтобы это был вообще произвольный полином. Вот. И давайте немножечко подумаем, а как сделать так, чтобы у нас еще и добавились линейные члены. То есть нам на самом деле нужно было бы переходить в пространство размерности сколько? 6, да? Потому что нам здесь не хватает самого У1, самого У2 и еще константы. То есть нам нужно вот в такое пространство научиться переходить. Не в трехмерное, а в шестимерное. И тогда в нашем исходном пространстве мы научимся строить произвольную полиномиальную разделяющую поверхность. Ну, на самом деле, вот эти примеры ядер, которые сконструированы. И вот он квадрат, да? Размерность в общем случае, если переходить от двумерного пространства в нмерное, то нетрудно догадаться и доказать по образу и подобию, как мы только что проделали для двумерного случая, что размерность такого пространства вот она какая будет. Значит, как повысить размерность полинома, да? Как степень полинома повысить? Ну, взять степень, не двойку, а повыше. Вот они, полиномы, но мономы, в них будут все степени D, то есть они будут все произведениями каких-то переменных в каких-то степенях, и сумма этих степеней всегда будет D равняться в точности. Вот, а если мы возьмем вот такую вот простенькую, простенькое обобщение этой конструкции, скалярное произведение плюс 1 мы заведем в степень D, то перемножая эти D скобок на единички, там будет во всех возможных комбинациях единички умножаться на скалярное произведение, мы получим степень, полином, у которого мономы будут всех степеней от нуля до D. И вот такое ядро, оно уже определяет произвольно-полиномиальную поверхность в исходном пространстве X. То есть степень его, точнее, размерность, размерность или число коэффициентов в новом спрямляющем пространстве, оно, вот эту вот величину, надо просуммировать по всем D, и тогда вы получите, какова размерность пространства H. Вот, еще парочку вариантов я привел, которые приводят, как ни странно, к конструкциям нейронной сети двухслойной. Вот если мы в качестве ядра возьмем тангенс гиперболический от скалярного произведения или экспоненту от евклидовой, от квадрата евклидовой нормы разности векторов. То есть вот обе эти конструкции, они приводят нас к нейронным сетям, которые, соответственно, либо классическая нейронная сеть сегмоидной функции активации, либо сеть радиальных базисных функций. Что это такое? Сейчас через слайд покажу. Давайте еще такой момент, чисто геометрический, чтобы мы интуитивно с вами поняли, что такое спрямляющее пространство. Вот если мы меняем ядра, то какие разделяющие поверхности в исходном пространстве мы получаем. Вот здесь три примера приведено. Выборка исходно двумерная. И если ядро у нас линейное, просто скалярное произведение, то мы строим линейную разделяющую гиперплоскость. Если мы взяли полиномиальное ядро, то мы получаем уже вот такую штуку. И в чем красота этого приема? В том, что мы ведь ничего не сделали фактически. То есть мы вместо того, чтобы считать обычное скалярное произведение, мы к нему добавили единичку и возвели в третью степень. Давайте я еще раз схожу на несколько слайдов назад, и мы посмотрим на постановку двойственной задачи. Что произошло? Вот прежде чем решать вот эту двойственную задачу, мы что делали? Мы вычисляли матрицу грамма, мы вычисляли скалярные произведения попарные между объектами обучающей выборки. И решив вот эту задачу, тут же получали линейный классификатор. Вот что нам говорит вот этот кернел трик, вот этот наш прием с введением ядра. Просто надо чуть-чуть изменить вот эту постановку задачи. В тот момент, когда мы вычисляем матрицу грамма, мы должны взять не просто скалярное произведение, а смотрите внимательно, к каждому элементу этой матрицы применить всего лишь навсего добавить единичку и второе возвести в степень d. Больше ничего делать не надо. Все остальное делается как раньше. Мы подаем эту постановку задачи на вход некоторого решателя, он нам решает ее как раньше и о чудо мы получаем решение, которое является не линейной разделяющей поверхностью, а полиномиальной разделяющей поверхностью. Вот такие чудеса происходят. Да, ну и конечно надо не забыть, что вот здесь мы то же самое преобразование обязаны применить. То есть опять-таки не просто скалярное произведение, а плюс один и в степени d. И вот всего лишь двух операций плюс один и степень d сделанные в правильном месте оказывается достаточно, чтобы превратить линейный классификатор с оптимальной разделяющей поверхностью в полиномиальной тоже с оптимальной разделяющей поверхностью. Вот это вот необычайно красивый эффект, очень сильный математический факт, который и обусловил вот такую популярность SVM и то, что это очень хороший классификатор действительно вытекает из принципа оптимальности разделяющей поверхности, а то, что вот вы можете одним легким движением сделать разделяющую поверхность из линейной нелинейной, это еще добавляет этому методу всяких бонусов и баллов. Итак, вот она полиномиальная разделяющая поверхность, а вот третий случай, это гауссовское ядро, или еще его называют radial basis functions, радиальные базисные функции. и сейчас мы с вами увидим, что на самом деле мы эту конструкцию с вами уже, ну, пожалуй, дважды могли пронаблюдать. Значит, что такое SVM как двухслойная нейронная сеть? Почему двухслойная? Что происходит на первом слое? На первом слое вы вычисляете ваши ядра вот в объекте, который задан, ну, здесь это как по классике нейронных сетей нарисовано, n признаками задан этот объект. Значит, вы вычисляете скалярное произведение, ну, пускай там в некотором пространстве h, но в любом случае это просто какая-то функция от пары объектов. Причем вот эти вот x1 и так далее, xh, это что за объекты? Это просто опорные объекты из обучающей выборки. То есть я вот специально здесь уже сумму взял не по всем объектам, а только по тем, для которых коэффициенты лямбда и т не нулевые. То есть SVM уже построен, двойственные переменные найдены, они не нули только для опорных векторов, и вот число опорных векторов это h. Оно же оказывается числом нейронов скрытого слоя. То есть вот здесь вот эти как бы нейроны, которые вычисляют скалярные произведения, их число вы нашли. То есть получается так, что SVM, если его трактовать как двухслойную нейронную сеть, он еще и автоматически определяет число нейронов скрытого слоя. Вот этими коэффициентами, весами сети фактически являются координаты опорных векторов. То есть вот эти вот xh1 xhn это просто сами опорные векторы. То есть автоматически найдено не только число нейронов, но и найдены коэффициенты. И эти коэффициенты не что иное, как сами опорные объекты. Теперь следующий слой пошли. Следующий слой это собственно вот эта сумма, которая здесь считается. Выходы наших нейронов скрытого слоя подаются на вход сумматора, который опять-таки коэффициенты вот эти, мы их уже знаем. То есть это лямбда и т, которые получены из решения задачи свм. y и т это знаки плюс-минус один, то есть плюс один для одного класса и минус один для второго класса. И что же получается? А здесь знак стоит. Знак вот этой вот суммы. То есть тоже функция активации получается. То есть мы построили вот такую двухслойную нейронную сеть. Причем если k это обычное скалярное произведение, то вся вот эта конструкция это просто классическая нейронная сеть с линейной функцией активации. Вот здесь. Если k, например, это у нас, как вот здесь было написано, нейросеть с сигмоидными функциями активации. Почему? Потому что если мы вычисляем тангенс гиперболический от вот такой линейной функции, то это не что иное, как классическая такая сигмоидная нейронная сеть, где к скалярному произведению применили некую функцию активации. То есть вот эта вот наша конструкция, которая следует из того, что мы ввели ядро определенного вида, она по архитектуре своей в точности совпадает с двухслойной нейронной сетью. Причем если мы взяли ядро К вот такое вот сигмоидное, то мы получаем классическую двухслойную нейронную сеть, полносвязанную. Если мы взяли вот такое ядро, то мы получаем то, что называется сетью радиальных базисных функций. Давайте к этой штуке приглядимся, что это такое. Это же ровно то, что мы называли методом потенциальных функций. То есть К это потенциал. Он намеряет насколько близки объекты друг к другу. Еще раз давайте посмотрим, что такое радиальная базисная функция. Ядро это экспонента от минус квадрат скалярного произведения. Во-первых, экспонента от минус положительного числа. Это что такое? Это функция, которая измеряется от нуля до единицы. Вот К от нуля до единицы. Потому что под экспонентой только отрицательные числа возникают. Теперь, если объекты совпадают, у К максимум образуется. То есть К это функция близости. То есть чем ближе объекты, тем больше К. То есть в этом случае наше скалярное произведение К это не что иное, как мера близости объектов Х и Х' и когда мы здесь меры близости используем, то получается очень хорошо интерпретируемая штука. То есть мы в каждый опорный объект поставили потенциал своего класса, потенциал определяется вот такой вот экспонентой функции близости и получается, что в этом случае вот этот наш СВМ это не что иное, как метод потенциальных функций, но он нам автоматически настроил все параметры в этом самом методе потенциальных функций. он нам сказал с какими коэффициентами надо складывать вот эти ядра. Помните, в методе потенциальных функций нас интересуют диаметр ядра и амплитуда ядра или потенциала. Это одно и то же в данном случае. Вот здесь амплитуды у нас настроены и они равны лямбда. Что еще можно сказать, что этот метод фактически нам определил опорные объекты или в терминах метрических классификаторов, когда мы с вами говорили, там мы это называли прототипами. Prototype selection это как из обучающей выборки отобрать минимальное количество объектов прототипов, с которыми и мерить расстояние, когда мы хотим классифицировать новый объект X. Так смотрите, здесь произошло ровно то же самое. То есть SVM он оказывается связан и с нейронными сетями, и с метрическими классификаторами и частности методом потенциальных функций при определенном выборе ядра. То есть ядро мало того, что оно нам позволяет линейный классификатор обобщить до нелинейного, но при определенных конкретных ядрах SVM переходит в двухслойную нейронную сеть метод потенциальных функций и бог знает еще во что, еще в кучу разных вещей, которых мы даже не можем себе вообразить, потому что ядра K можно задавать очень по-разному. Вот такой интересный получается метод, который легким движением, всего лишь изменением ядра накрывает огромное количество всяких разных методов машинного обучения, которые были изобретены до этого. Вот здесь я кратко суммирую некие преимущества, недостатки SVM перед нейронными сетями. В принципе, обо всем я этом уже сказал. И сейчас мы... Давайте посмотрим, нет ли новых вопросов. Как регулировать число опорных объектов в SVM? Во-первых, число опорных объектов оказывается результатом решения двойственной задачи. То есть двойственная задача в результате решения нам говорит, какие лямбды равны нулю. Значит, это не опорные объекты. А какие лямбды больше нуля, это опорные объекты. То есть это происходит автоматически. Можем ли мы повлиять на этот выбор? Да, можем. Вот давайте я еще раз покажу вот этот вот слайд. И если мы уменьшаем C, то есть ослабляем влияние регуляризации, то есть мы разрешаем разделяющей полосе быть так, я немножко неправильно говорю. Если мы уменьшаем C, мы усиливаем регуляризацию, пардон, да, ослабляем, уменьшаем C, увеличиваем коэффициент при регуляризаторе, то есть мы усиливаем регуляризацию, мы говорим, наша разделяющая полоса должна быть еще больше, но при этом мы это компенсируем увеличением опорных объектов. То есть получается так, что вот этот C, это и есть тот управляющий параметр, с помощью которого можно менять количество опорных объектов. но количество опорных объектов, оно здесь не является самоцелью, их может быть больше или меньше. Нам C надо подбирать так, чтобы у нас обобщающая способность была наилучшей, то есть подбирать его по скользящему контролю, количество опорных объектов, каким получится, таким и получится, то есть оно является вторичным и определяется автоматически. Так, надеюсь, что я на вопрос ответил. Теперь давайте пробежимся быстренько по обобщениям. Времени уже осталось не так много, но, собственно, нам и здесь сильно много останавливаться не надо. Первое обобщение. Бывает и своем регрессии. И обобщение связано с тем, что мы в методе наименьших квадратов обычной привычной нам функцию потерь эпсилон квадрат заменяем вот на такую штуковину. Ну, это показано на графике. То есть мы говорим, что у нас небольшие отклонения от нуля, небольшие ошибки, они вполне допустимы, мы за них вообще не штрафуем. То есть ошибка плюс-минус дельта, она не страшна. А дальше штрафы начинают расти линейно. Так вот, кусочная линейная задача очень похожа на SVM и решается совершенно аналогичным образом. Так вот, штрафы кси плюс и кси минус. А в остальном можно делать нелинейную регрессию, максимизирующую вот эту вот разделяющую полосу. То есть мы хотим, чтобы минимальное количество объектов попало в плюс-минус дельта-трубку от той регрессионной зависимости, которую мы строим. Теперь хотелось бы пробежаться по тем регуляризаторам, которые можно потенциально использовать вместе с SVM, и это приводит к разного рода модификациям метода. Вот первая такая модификация называется LASSO SVM. Это замена L2 регуляризатора на L1 регуляризатор. И здесь возникает, как мы уже с вами говорили, когда обсуждали линейный классификатор, мы тоже обсуждали регуляризаторы, LASSO или L1 норма, она приводит к отбору признаков. Как это происходит и почему это происходит? Есть вот такая очень простая иллюстрация вообще к тому, что негладкость в регуляризаторе должна приводить к отбору признаков. Почему? Потому что чтобы выписать условия Каруша Конотакера, мы вынуждены избавляться от модуля и вводить вот такую замену переменных, переходить к двум новым переменам U и V таким, что их разность дает WG а их сумма дает модуль WG Эта замена переменных очень легко выписывается и она обратима. Теперь после такой замены исходная задача регуляризатор становится гладким, но появляются ограничения неравенства. И вот это ключ к пониманию того, почему у нас происходит отбор признаков в L1 регуляризаторе, потому что если мы начнем увеличивать коэффициент регуляризации mu, то нам станет выгодно уменьшать вот эту скобочку, то есть уменьшать UG VG и VG но уменьшать их неограниченно мы не можем, потому что они упираются снизу в ограничение неравенства и меньше нуля они быть не могут. Но если мы увеличиваем mu, то рано или поздно UG и VG вместе станут равны нулю, а если они вместе стали равными нулю, то отсюда мы заключаем вот из этого уравнения, что WG у нас тоже равен нулю. А поскольку это дискретное событие, то есть условия Каруша Куну Такера они приводят к тому, что решая некую систему равенства неравенств, вы для многих переменных получаете строгие равенства вот здесь, причем таких переменных будет тем больше, чем больше будет параметр регуляризации mu, поэтому mu называется параметром селективности. Если вы увеличиваете mu, то все больше и больше переменных WG принимают в точности нулевые значения в результате решения вот этой задачи. Как это выглядит? Вот здесь пример задачки из репозитория UCI, задачи про диагностику рака, в этой задаче 8 признаков. И вот здесь на графиках показаны зависимости коэффициентов WG открытых при этих признаках и зависимость от коэффициента селективности вот от этого самого mu. Только надо понять, нет, не от mu, а от единицы на mu. Вот здесь написано, то есть зависимость WG от единицы на mu. Почему единица на mu? Потому что она имеет смысл дисперсия вектора коэффициентов. То есть здесь удобнее авторам статьи было откладывать вот эту дисперсию, но можно было бы откладывать и сам коэффициент регуляризации. Главное, чем сильнее регуляризация, тем ближе к нулю вот этот коэффициент единицы на mu, который мы здесь откладываем. То есть если мы используем L2 регуляризатор, то мы движемся вот этой красной полоской влево к нулевой точке, но мы видим, что никогда коэффициенты не становятся равными нулю. То есть они все вместе стремятся к нулю, но нулю не становятся равны. Если же мы усиливаем регуляризацию в случае L1 регуляризатора, то у нас степени свободы отваливаются по одной. То есть по мере того, как красная вертикальная линия движется справа налево к нулю, у нас все больше и больше признаков обнуляются. То есть коэффициенты WGTS становятся равными нулю. Происходит feature selection отбор признаков. То есть если мы вот на этой красной линии, то у нас осталось раз, два, три, четыре, пять признаков из восьми. Если мы еще левее ее сдвинем, то мы в итоге оставим только один признак. Ну, решение вырождается, то есть слишком сильная регуляризация это плохо, потому что решение вырождается, слишком слабое может быть плохо, потому что избыточная размерность приводит к мультиколлинеарности и переобучения. На самом деле хорошая идея это объединить эти два регуляризатора и это называется ElasticNet или дважды регуляризированный SVM. В разных статьях были разные названия. И чем хорош вот этот метод? Тем, что он не так агрессивно обнуляет коэффициенты, как это делает лассо. Лассо это просто удавка, которую вы набрасываете на вектор коэффициентов по мере того, как вы его затягиваете, там коэффициенты дохнут, то есть они становятся равными нулю. Вот такой образ, который позволяет просто лучше запомнить этот эффект. Если вы не хотите, чтобы у вас коэффициенты при признаках, которые важны, они могут линейно зависят друг от друга, но все-таки зависимость решения от коэффициента есть, и вам почему-то по каким-то причинам хочется все такие коэффициенты оставить. То есть вы хотите обнулить только те коэффициенты, которые действительно отвечают шумовым признакам, явно ненужным признакам, а вот если признаки как-то зависят друг от друга, но при этом они информативны для предсказания Y, для классификации, то вы хотели бы все эти признаки оставить. То вот такая стратегия обучения, она реализуется как раз с помощью двойной регуляризации. И здесь уже чуточку посложнее вам придется подбирать и коэффициент селективности μ, и второй коэффициент регуляризации c. То есть чуточку сложнее. Ну, эффектом группировки я как раз и называю, вот здесь я определение не объяснил, что такое эффект группировки, когда значимые зависимые признаки отбираются вместе, но при этом их и са регуляризируются, то есть что такое зависимые признаки там возможна мультиколлинеарность и то, что вы не информативные признаки фактически отбрасываете L1 регуляризации, но L2 регуляризация дополнительная, она вам позволяет все-таки отбросить не все признаки, а все полезные оставить, но сделать так, чтобы в случае наличия между ними каких-то линейных зависимостей между ними не возникло мультиколлинеарности. Вот это вот эффект группировки. Вот, но, тем не менее, это тоже не самый лучший регуляризатор, у него тоже есть некий паразитный эффект, который может заключаться вот в чем, что случайно какие-то шумовые неинформативные признаки тоже могут сгруппироваться вместе и остаться всей группой в модели. То есть может произойти такое, что группа информативных признаков вот этим вот селективным регуляризатором отбрасывается прежде, чем какая-то вот вы начинаете усиливать регуляризацию и сначала вы теряете группу важных признаков, а потом вы теряете большую группу шумовых признаков, которые чисто случайно объединились вместе. И чтобы этого эффекта избежать, можно использовать вот такой регуляризатор, который является еще одной комбинацией L1 и L2, но он устроен по-другому. Он устроен как склейка, у него острый носик, который пришел из модуля, вот эта вот часть, то есть при малых значениях признака вы пытаетесь его отбросить. На концах это парабола, то есть при больших значениях признака регуляризатор ведет себя как L2 регуляризатор. И вот он уже с одной стороны обладает параметром селективности, то есть он позволяет делать отбор признаков, с другой стороны у него есть эффект группировки, и с третьей стороны он значимые признаки информативные пытается группировать вместе, а незначимые шумовые признаки он их как бы поодиночке отбрасывает, то есть они уже вместе не группируются. Можно дальше еще пойти и всякие разные вот такие регуляризаторы использовать, которые уже даже не выпуклые, и они тоже обладают некоторыми интересными свойствами, но это уже некая экзотика, поэтому я тут особо рассказывать не хочу, тем более уже время-то вышло, время вышло, а я еще хотел рассказать про метод релевантных векторов и на этом закончить. давайте расскажу, потому что здесь интересная идея. Идея в том, что накладывать ограничения регуляризации можно не только на коэффициенты W. Вот если у нас есть выражение, что W зависит от двойственных переменных, то возникает вот такое желание наложить подобного вида ограничения не на W, а на лямбда. И что это будет означать? Допустим, мы хотим ограничения типа лассо наложить на лямбду. Что бы это означало? Это означало, что мы пытаемся минимизировать количество опорных объектов. Но метод RVM, метод релевантных векторов, он действует немножко по-другому. Там не стали накладывать ограничения в виде суммы модуля лямбд, а пошли по-другому. Сделали так предположение, пусть лямбда и независимые случайные величины гауссовские с какими-то неизвестными дисперсиями. Помните, мы когда с вами говорили о вероятностном смысле регуляризации, то сказали, что регуляризация это может быть логарифм априорной плотности распределения в пространстве параметров. Вот здесь параметрами уже являются не W, а двойственные переменные лямбда. И мы говорим, пусть эти лямбды прижимаются к нулю, они гауссовские, эти лямбды, пусть они прижимаются к нулю, но дисперсии мы их не знаем. И по этим дисперсиям мы тоже хотим прооптимизировать. И возникает вот такая чудная довольно постановка задачи, то есть функция потерь узнаваемая обычная, а вот регуляризатор он здесь имеет такую вот странную форму. В нем фигурируют вот эти вот параметры альфа, причем здесь логарифм альфа, альфа в знаменателе, и при этом нам выгодно становится для определенных лямбдитах стремить вот это альфаит к нулю. Что это означает? Это означает, что фактически дисперсия стремится к нулю, она зажимает наш коэффициент лямбдит, прижимает его к нулю. Он никогда не станет с точности равным нулю, но если он уже очень маленький, то вклад его вот в этот коэффициент, вот в эту сумму маленькая, и мы можем соответствующий вектор отбросить, он не является опорным. И вся мотивация метода релевантных векторов заключается в том, чтобы сделать вот это вот решение СВМовское еще более разреженным, чтобы как можно меньше объектов стали релевантными, потому что в СВМ релевантными оказываются не только объекты, которые лежат в точности на границе разделяющей полосы, но и объекты выброса, которые попали в толщу чужого класса. И очень странно, что решение зависит от этих объектов. От этих объектов надо избавиться. И отсюда такая гипотеза, что СВМ немножко недоразреживает решение, что можно было бы еще больше коэффициентов лямбеиды обнулить, и вот это соображение как раз было мотивацией для метода РВМ. Очень красивый метод. У него есть преимущество в том, что он действительно более разреженное решение строит, чем СВМ. правда он не всегда работает лучше, и авторам исходной статьи не удалось показать, что он обладает каким-то радикальным преимуществом по сравнению с СВМ. Правда более аккуратные последующие статьи они все-таки это преимущество показали, то есть показали, что можно более правильную стратегию разреживания применить, так чтобы все-таки метод работал лучше стандартного СВМ. На этом все, я уже выводы повторять не буду, хотя вот последние два вывода очень принципиально важные. Смотрите, что мы сегодня увидели, это очень важная концепция. Почему у нас произошел отбор опорных векторов в СВМ и в РВМ? Потому что в СВМ будем говорить, потому что если раскопать, почему произошел отбор опорных векторов, а потому что были условия Карл-Шекуна-Такера, а потому что там были ограничения неравенства, а почему они возникли? А потому что исходной причиной была негладкость функции потерь, то есть если у функции потерь есть излом, это приведет к отбору опорных объектов, а если у регуляризатора есть излом, вспоминаем лассо, вспоминаем всякие вот такие конструкции, есть негладкости у регуляризатора, то это приводит к отбору признаков. Вот такой интересный и фундаментальный вообще говоря вывод, что это две двойственные вещи, то есть у нас матрица исходных данных это матрица объекта признаки, и можно ставить задачу, какие объекты достаточно оставить, чтобы задача решалась, и какие признаки достаточно оставить, чтобы задача решалась. То есть вот у нас две есть двойственные проблемы отбора объектов и отбора признаков. И оказывается, что решение этих задач связано с тем, что в принципе аппроксимации эмпирического риска и регуляризации всего лишь навсего вводятся в функции потерь, которые не являются гладкими, они имеют излом. Как только появляется излом, появляется отбор признаков и отбор объектов. Вот это, наверное, самый фундаментальный вывод, который стоит сделать в сегодняшней лекции. Так, я перебрал время. Андрей, я очень прошу прощения. Ничего страшного. Я как раз прорываем не был, поэтому хорошо, что вы подробно про него рассказали даже. Так, давайте я посмотрю еще, какие вопросы были в чате у нас. Так, как действует L1 регуляризатор, когда используются ядра L1 регуляризатор, это не про ядра получается. L1 регуляризатор это принципиально про линейный классификатор, про мультиклинеарность. То есть, можно было бы вводить регуляризатор в том пространстве, в котором вы строите линейную разделяющую поверхность. То есть, если вы понимаете, в какое пространство вы переходите, то есть, вы в явном виде должны задать функцию psi от x, и вот там можно сконструировать какой-то регуляризатор типа L1. Тогда это имело бы смысл. То есть, если вы не только построили ядро как функцию от пары объектов, но вы знаете, понимаете, что это ядро соответствует какому-то переходу из x в h. Этот переход в явном виде вам известен. И вот тогда можно наложить регуляризацию. Вообще, регуляризация, она такая довольно разнообразная штука, она отнюдь не сводится к L1 и L2 в исходном пространстве коэффициентов. Вот видите, я сейчас РВМ вам показал, это регуляризация в пространстве двойственных переменных. Причем еще и регуляризация с дисперсиями. То есть, вы не только наложили ограничения на лямбда и тая, вы еще каждому лямбда и тая приписали ее дисперсию, да еще ее и оптимизируете. То есть, даже вот такие вещи можно делать с регуляризаторами. Так что регуляризация это, в общем, такая благодатная почва для того, чтобы пытаться на задачу наложить какие-то дополнительные ограничения, какие вам нужны. И здесь у вас свобода выбора, в каком пространстве вообще эту регуляризацию рассматривать. Исходных коэффициентов, в спрямляющем пространстве, в двойственной задаче. То есть, вот как минимум три варианта появляются. Так, ну все, да, если больше нет вопросов, то спасибо за внимание. Да, давайте, наверное, сделаем перерыв какой-то, Андрей, дальше там ты уже рули семинаром сам. М-м-м-м. М-м-м.